Только на прошлой неделе председатель правительства региона обратился к предпринимателям, просил их позаботиться о наледи на крышах своих предприятий. Видимо, некоторые это обращение не видели или просто проигнорировали. Козырек и ступени офисного здания в самом центре города буквально прослили дом. Случайное падение одной из этих метровых сосулек может стать фатальным для посетителя почтового отделения. Сосульки не сбиты, прилегающая территория от наледи не очищена, инспекция недовольна. Сделав несколько фотографий, специалист управления приступил к поискам виновного. Владельца офисного центра найти не удалось. Пришлось объяснять правила благоустройства арендаторам. Инспектор заглянул в почтовое отделение, на которое один из жителей уже написал жалобу. Оградить вход в учреждение сигнальной ленты еще не значит обезопасить территорию. Правила благоустройства четко предусматривают ежедневную очистку от наледей и снега. Пока инспектор объяснял сотрудникам почтового отделения нормативы, некоторые посетители высказывали свои гипотезы образования наледи. Как образуются сосульки? Значит, они образуются из-за того, что есть чердачное помещение, вентилируемое, в котором должен гулять прохладный воздух. А так как перекрытия в домах у нас профилактически не утепляют, и теплый воздух из квартиры поднимается на чердак, то на крыше образуется вот эта вот пленка. Следующая остановка инспектора – продуктовый магазин в Советском округе. Только увидев сотрудников управления, работники торговой точки быстро подсуетились и попытались протянуть сигнальную ленту. Правда, больше она походила на рекламу, а не предостережение. Руководителя магазина удалось найти сразу. Заместитель директора получила первое в этом году предписание и пообещала убрать наледь уже сегодня. Но свою вину признать отказалась. Во всем виновата погода. Мы за погодные условия неответственны. Сегодня капель, а завтра мороз. Некоторые предприниматели никак не привыкнут к нововведениям. Вуата напоминает, если в прошлом году очистку следовало производить раз в два дня, то теперь ежедневно. В правила благоустройства внесены изменения. В связи с тем, что у нас был смертельный случай в Алексине, как мы все помним, и поэтому мы решили ужесточить данные требования, потому что так как мы, как со стороны Управления по административно-техническому надзору, администрация города, ну и, соответственно, Тульская городская дума, которая данные правила благоустройства принимала, мы все-таки хотим обезопасить наших граждан от подобных ситуаций, дабы не было смертельных исходов. Рейды сотрудники управления проводят ежедневно. Только на прошлой неделе инспекторы выявили 252 нарушения. За неисполнение правил благоустройства владельцу неочищенного здания грозит административная ответственность. Штраф на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. На должностное от 10 до 20. Но в случае, если сосулька упадет на случайного прохожего, вступит уже другой уровень ответственности – уголовный. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Новости Тулы.